Добрый день! Сегодня я начинаю свою очередную беседу, посвященную Корее. В прошлой беседе, первой беседе по корейской тематике, я остановился на том, что в 1945 году советские войска и войска США вошли на корейский полуостров. Мы с севера, американцы с юга. И по 1938 параллель разделили временно это государство для принятия капитуляции у японских захватнических войск. Приняли капитуляцию, ну и дальше стал вопрос о том, что делать с Кореей. Американцы настаивали на том, что надо взять Корею под опеку ООН, поскольку корейцы не в состоянии иметь свое собственное государство, они недостаточно для этого развиты. Их американцев поддержали англичане в этой позиции. Советский Союз сопротивлялся, ну в конце концов вроде стал соглашаться, но говорил о том, что надо сократить сроки этой опеки и условия этой опеки сделать менее жесткими. Корейцы очень возмущались такой позиции великих держав, как так, им не доверяют иметь собственное государство. Такая древняя нация, и вот якобы они не способны. Я уже говорил, что в начале, в конце 19-го, начале 20-го века звучали не раз такие мысли о том, что корейцы не в состоянии иметь собственное государство. Вот теперь в 45-м году, после того, как японцев погнали с Корейского полуострова, опять встал этот вопрос опека над корейцами, теперь уже со стороны Организации Объединенных Наций, со стороны великих держав. Ну, поскольку на севере стали развиваться процессы, похожие на то, что было в Советском Союзе, то есть корейцы стали готовить строительство социализма, ну а на юге взялись за то, чтобы создавать там общество, подобное Соединенным Штатам. То есть был фактически взят курс на создание сепаратных государств. Официально об этом не объявлялось, и, в общем, эта мысль не оставляла, скажем, советских руководителей, что все-таки, в конце концов, Корею надо объединить, но, тем не менее, эти процессы шли. На севере, значит, стали сосредотачиваться все люди, которые были заинтересованы строительством социализма, имели левые взгляды, а таких в Корее было очень много, в том числе и на юге, вот они все сосредотачивались на севере. Ну а с севера на юг, наоборот, переселялись те люди, которым были более близки идеалы, проповедуемые Соединенными Штатами и их союзниками на юге. И вот 15 августа 1648 года на юге было провозглашено отдельное государство, Республика Корея. Во главе был поставлен кореец Лисенман, который боролся с японскими захватчиками, базировался долгое время в Соединенных Штатах, то есть был человек верный, США. В ответ на севере была провозглашена Корейская народная демократическая республика. 9 сентября того же года, 1648 года, выбрал руководителя этого государства лично Сталин, ему дали несколько кандидатур, и вот он выбрал Ким Ир Сена. Ким Ир Сен это был капитан Советской Армии, конечно, кореец, такой бравый человек, очень импозантной внешности, участвовавший в антияпонской борьбе, ну и лицо доверенное, капитан Советской Армии. После того, как он возглавил свое государство, вел себя на первых порах очень скромно, регулярно приходило наше посольство, смотрел фильм, садился, как рассказывали наши дипломаты, на полу, вместе со всеми там и пиво выпивали, разговаривали, простым хорошим человеком был. Но ему, конечно, очень хотелось довести освободительную борьбу в Корее до конца, то есть возглавить всю Корею. И вот он вел соответствующий разговор. А на юге тоже были очень сильные настроения, что коммунистам нельзя давать власть на севере, нельзя терпеть существование какого-то социалистического государства, надо атаковать север и взять его под контроль. Вот такие воинственные настроения существовали в обеих частях Кореи. И Ким Ир Сен стал просить Сталина, чтобы ему разрешили освободить Южную Корею и завершить дело революции. В марте 49-го года его принимали в Москве, и он опять поднял этот вопрос. Сталин ответил категорическим отказом, объяснив это тем, что, во-первых, мол, у вас на это нет сил, во-вторых, у нас есть соглашение 38-й параллели с Соединенными Штатами, его надо соблюдать, ну и, в-третьих, американцы вмешаются, если это сделать. Поэтому, если что-то и предпринимать, на корейском полуострове, говорил Сталин, то если южане атакуют север, вот тогда в ответ можно развивать контрнаступление, а иначе нас никто не поймет. И он при этом подчеркивал, что очень важно, чтобы 38-я параллель оставалась мирной. Ким Мерсен уехал, из посольства шли депеши о том, что ситуация на 38-й параллели очень острая, южане северами занимаются провокациями, у нас, у северокорейцев не хватает сил, чтобы вот оборонять эту 38-ю параллель с северной стороны. Но, да, Сталин продолжал давать команды, что должен быть мир. Тем не менее, Ким Мерсен и его ближайшие соратники давили на наших дипломатов. Ким Мерсен говорил, что надо завершить дело революции, вы завершили свою революцию в свое время, до Камчатки дошли, большевики освободили всю огромную Россию, и мы хотим, нас никто не поймет, если мы остановимся. Тем более, там народ на юге страдает. В этой связи ЦК, КПСС, КПСС уже к тому времени рассмотрели этот специальный вопрос во второй половине 49-го года, и был принят документ, в котором говорилось, что у севера нет сил, чтобы наступать на юг, на юге не подготовлены условия, там их с простертыми объятиями некому будет встречать, войск Северной Кореи. Ну и потом американцы наверняка вмешаются. Это уже был такой документ помягче, чем то, что высказывал Сталин весной 49-го года. То есть, тогда начало так, что Сталин категорически был против какой-то войны для объединения Кореи. А здесь уже акцент, в общем, немножко переместился в ту сторону, что сначала, мол, подготовьтесь, как следует, у вас нет сил ни на севере соответствующих, ни соответствующего военного потенциала, а на юге не будет соответствующей поддержки. Поэтому, вот, вроде бы, сначала подготовьтесь. Хотя, по-прежнему присутствовали те вот аргументы, что американцы вмешаются, а это никому не надо. И, значит, соглашение по 38-й параллели полетит. Но северокорейцы не унимались. Ну, эти данные поступали Сталину. И вот от него приходит депеша о том, что я понимаю вот тревоги и беспокойства товарища Ким Мерсена, я могу его понять, его желания. Но он должен, в свою очередь, понять, что это очень большое и трудное дело, и надо все подготовить так, чтобы не было срыва. Я готов его принять в Москве, чтобы мы проконсультировались и, значит, решили, как действовать. И вот Ким Мерсен отправился в Москву. Он провел там целый апрель 1050 года. Это была секретная миссия на поезде. Ким Мерсен только на поезде ездил. Кстати, как и его сын, и как его сейчас внук самолеты не любил. Так вот, в целый апрель он был в Москве. Шли переговоры. И Сталин действительно изменил свою позицию. Всех документов о встречах Сталина с Ким Мерсеном не сохранилось, по крайней мере, они не найдены. А есть только такие документы, которые дают такую непрямую, неполную картину, а такие по косвенным признакам можно судить, почему Сталин изменил свою позицию. Вот я, вернее, с супругой, когда писали книгу на основе архивов рассекреченных, мы пришли к выводу, что почему Сталин изменил позицию, по следующим причинам. Во-первых, потому что к тому времени китайские коммунисты пришли к власти в КНР. Была создана Китайская Народная Республика. И у них теперь были развязаны руки. До этого они были заняты революцией и не хотели ничем другим заниматься, и не могли, а сейчас они, в принципе, значит, у них была возможность помочь при желании. Это первое. Второе, это то, что американцы не вмешались в китайскую революцию. У них были такие желания, было дикое недовольство в связи с тем, что происходит в Китае, тем, что коммунисты теснят их союзников, чанкайшистов, гомедановцев во главе с чанкайши. Но не вмешались. Ну, и раз там не вмешались, наверное, и здесь не вмешается. В Корее, тем более, что в это время из США стали звучать заявления официальных лиц о том, что Корея не входит в периметр обороны Соединенных Штатов. Это два. Третье, у Советского Союза появилась атомная бомба. Поэтому уже бояться американской атомной бомбы не приходилось так, как до этого. Это вот третья причина. Ну, и четвертая причина к этому времени. Холодная война уже была в полном разгаре. Американцы создали НАТО. Ну, и в этом смысле у Сталина были развязаны руки. Если они себе позволяют все, что угодно, то почему он должен придерживаться каких-то правил? То есть, Москва уже не боялась Вашингтона, как раньше. Больше верила в свои силы, в силы своих союзников. И плевать хотела на американские сантименты с учетом того, что вот холодная война и уже никто не обращает внимания на какие-то там договоренности и на какой-то баланс интересов. Вот изложил он такую позицию Ким Мерсену. Разработали они план начала этой войны. Кто, как и как надо действовать. Но при этом Сталин сказал, вы поезжайте в Пекин и договоритесь о том, чтобы китайцы вас поддержали в этой войне. Дело в том, что Мао Цзэдун был в конце 49-го, в начале 50-го года в Москве. И Сталин вел с ним переговоры по всем широкому кругу вопросов. Но о Корее, обсуждали они Корею, но о том, что он согласился поддержать северокорейскую позицию и начать войну в Корее, он не сказал ни слова. Наверное, он понимал, что Мао Цзэдун сейчас не до этого, что он это не поддержит. Мао Цзэдун не раз говорил, что сначала дайте нам закончить революцию, освободить Тайвань, ну а потом там займемся всем остальным. Ну вот, и, значит, поэтому он не сказал Мао Цзэдуну. А здесь он решил поставить Мао Цзэдуну перед свершившимся фактом. Ким Ио Сен совершил поездку в Китай, тоже секретную. Мао Цзэдун, когда услышал вот о таком решении, Сталин очень удивился, запросил, чтобы Сталин уточнил свою позицию. Тот объяснил, что да, начинаем. А Мао Цзэдун сказал Ким Ио Сену, хорошо, мы вам поможем. Собственно, он и до этого не раз говорил, что мы вам поможем, начнется война, там если даже американцы вмешаются, то мы черные, а не черные, кто там воюет, они все равно не поймут, поэтому мы вам поможем. Но дайте закончить революцию, дайте освободить там Тайвань, и все, что нам принадлежит Китаю, а потом займемся. Ну вот, теперь он дал согласие. И, значит, 25 июня 1650 года началось массированное наступление северян на юг. В первые дни шло все очень здорово, и северяне докатились чуть ли не до самого южной оконечности, Корейского полуострова, так быстро наступали. Но все очень быстро, в то же время прекратилось. Дело в том, что американцы подняли в ООН вопрос о том, чтобы объявить Северную Корею агрессором и послать войска ООН для пресечения этой агрессии. Состоялось голосование. Советский Союз в голосовании не участвовал. Дело в том, что Советский Союз уже несколько месяцев бойкотировал работу Организации Объединенных Наций. Из-за чего? Из-за того, что в Китае была создана Китайская Народная Республика, СССР потребовал, чтобы в ООН Китай представляла Китайская Народная Республика, а не режим Чанкайши, гомедановцы, проамериканские. Ну, поскольку этого не происходило, нас не поддерживала большая часть государств, которые участвовали в голосовании в Совете Безопасности, то Сталин отозвал нашу делегацию из Организации Объединенных Наций. Без нас все это происходило, поэтому проголосовали за американскую резолюцию и войска под флагом ООН были посланы на Корейский полуостров. В основном это были американцы, но не только представители разных государств, в основном американских союзников или попутчиков, даже такая страна, как Люксембург, например, и там послала какое-то количество войск в Корею. Ну, и ситуация сразу изменилась, тем более, что эта группировка, так сказать, ООНовская, она высадилась в стулу у северокорейских войск, и, в общем, ситуация резко изменилась, начались поражения, корейцы запаниковали, Сталин их стал успокаивать, на первых порах он лично руководил военными действиями северокорейцев, начал их жестко критиковать, так же, как и наших военных советников, их там немало было, что они неправильно ведут военные действия, нажимать на них, и успокаивать северокорейцев, не паникуйте, не жалуйтесь, это временные неудачи, продолжайте действовать, значит, вы уже превратились в самую популярную страну на земном шаре, боретесь с американским империализмом, на переднем крае этой борьбы, находитесь, значит, вперед. Но ситуация становилась все более и более сложной. У американцев, у сил ООН, авиация, бомбардировки, бомбежки, огромные разрушения, колоссальные потери, в том числе гражданского населения, и северокорейцы, что называется, заскулили. Сталин продолжал успокаивать, но ситуация становится все хуже и хуже, и в середине сентября 1650 года Ким Ир Сен стал умолять Сталина, пошлите какие-то войска, пусть или китайцы пошлют, или какие-то другие добровольцы из стран народной демократии, то есть союзников Советского Союза, но помочь нам надо. Ну и в конце концов Сталин понял, что надо это делать, и обратился к Мао Цзэдуну, мол, ты обещал помочь, вот пошли хотя бы 5-6 дивизий к 38-й параллели, чтобы северной этой параллели северокорейцы могли перегруппировать свои войска и подготовиться к дальнейшему ведению войнных действий. И вдруг Мао Цзэдун отказывает, он говорит, что, во-первых, мы не в состоянии на равных сражаться с американскими войсками, во-вторых, мы только начали мирное строительство, это все грохнется, это дело. И в-третьих, это вообще может привести к войне между Советским Союзом и США, мировой войне. Сталин изумлен был такой позицией Мао Цзэдуна, он пишет, ты же обещал, что ты поможешь. Ну а что касается вмешательства Соединенных Штатов, то они из-за такой маленькой страны не собираются мировую войну устраивать, не будут устраивать. Ну и в любом случае, написал Сталин, даже если они вмешаются, пусть лучше сейчас будет война, пока японский милитаризм еще опять не встал на ноги, не превратился в настоящую такую опору американского империализма. И тем самым вы, во-первых, свои войска научите воевать в современной войне, а во-вторых, подготовитесь к обсуждению Тайваня, решите все свои вопросы. Лучше сейчас, чем когда наши враги сильнее станут. Но Мао Зудун не шел на попятную, оставался при этой позиции, не можем помочь. И Сталин уже написал телеграмму Ким Ир Сену 13 октября, выводите все свои силы, и скорее прячьтесь там в Китае, на нашей территории, значит война закончена, китайцы отказываются помочь. И вот в этот самый момент китайцы дают согласие. Кстати, переговоры очень сложные, слишь китайцам. Сталин в это время находился в Сочи, отдыхал, к нему приезжали Джун Ла, один из высших руководителей Китая, другие китайские представители. В конце концов, китайцы согласились. На каких условиях? Они посылают своих добровольцев, на самом деле, настоящие войска в Корею, а Советский Союз за это, во-первых, делает воздушное прикрытие, посылает свою авиацию, которая прикрывала бы китайские войска, северокорейские войска, ну и все позиции северян. Это раз. И во-вторых, мы вооружаем китайскую армию. В конце концов, кстати, 60 дивизий было, разрушено Советским Союзом Китайских. Ну и, значит, китайцы вступают в бой и опять наступление северной стороны, северяне, прежде всего, китайцы гонят врагов на юг Корейского полуострова. Опять волна катится почти до конечности Корейского полуострова, южной конечности. И опять эйфория. Из Москвы говорят, что мол, давайте куйте железо, пока горячо, наступайте, наступайте. Но, очень скоро выясняется, что нет, не получается. Опять трудности, война становится все более ожесточенной, потерь все больше. И корейцы уже открыто говорят о том, что мы больше не можем воевать, мы не хотим больше воевать, давайте добиваться мира. В конце концов, в середине 51-го года начинаются переговоры о перемирии. Но, если корейцы и китайцы настроены на то, чтобы как можно быстрее добиться результата на этих переговорах, у Сталина другая позиция. Он убеждает своих друзей, что, вы знаете, эта война портит нервы, прежде всего, американцам. Они позорятся на весь мир. Слабеет позиция президента Трумэна внутри США. Поэтому, а вы, корейцы, вы становитесь героями в глазах всего прогрессивного человечества. Продолжайте воевать. Конечно, потери, это понятно, тяжело, но это очень правильное дело и очень полезное дело. Давайте воевать. В ответ идут депеши от китайцев о том, что, нет, мы можем еще воевать, мы, может, еще портим кровь американцам, может быть, через несколько месяцев их удаться выгнать с Корейского полуострова, но потери будут колоссальные, будет нанесен смертельный ущерб финансам Китайской Народной Республики, всей китайской экономике, северокорейцы понесут фантастические потери. И вот эта вот переписка идет, Сталин убеждает продолжайте, ему в ответ, что нет сил и ничего у нас не получится. В 52-м году к Сталину прибывает на переговоры уже упоминавшиеся Джон Улай, другие китайские представители и опять пытается ему объяснить, что лучше закончить войну, пойти на компромисс с Южанами и Соединенными Штатами. Но Сталин не преклонен, он говорит, поймите, это действительно портит нервы американцам, действительно позорит их эта война. Американцы же плохие солдаты, вы посмотрите, как они воюют, они спекулянты, чулки, сигареты, вот они торгуют этим, а воевать-то не умеют, немцы за месяц завоевали Францию, а эти американцы два года воюют с этой малюсенькой Кореей, ничего не смогут с ней сделать. И они плачут уже, вся Америка плачет из-за какой-то Кореи, представляете, если бы они большую войну сейчас развязали, то что бы было, они вообще ревели бы на взрыв, поэтому вот эта война, она задерживает там американцев, позорит их, приводит их к падению их престижа и в мире, и американских властей внутри США, и вот позволяет надеяться на то, что американцы нигде больше не будут развязывать войны, они здесь уже, так сказать, так завязаны, что дальше некуда. Но тем не менее, значит, вот эти недовольства, эти обиды, это страдания северокорейцев продолжаются, они продолжают жаловаться, продолжают убеждать Сталина, что бессмысленно это потеря человеческой жизни, все прочее, но его позиция остается непреклонной. Потом в 1953 году, в начале марта, Сталин умирает и к власти в Советском Союзе приходит другое руководство, которое немедленно меняет свои позиции. Представители советского правительства посещают Пекин, посещают Пьяньян и заявляет, что пора менять политику, надо от прежней отказываться, надо добиваться мира. И китайцы, и корейцы в восторге. Ким Ир Сен плачет от восторга, что вот наконец установился мир, установится мир и все это прекратится. И вскоре подписывается соглашение о перемирии, о разделении Кореи демилитаризованной зоной шириной четыре километра. И там переговоры о продолжении вот этого процесса, мирного процесса из перемирия, мирный договор, который, кстати, до сих пор так и отсутствует. Я сейчас остановлюсь на этом. Ну, о том, как вот послевоенное мирное регулирование шло, и главное, как стали развиваться после войны два государства на севере КНДР, на юге республика Корея, поговорим уже в следующей беседе. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова